ПРОЕКТ Я ПОМНЮ ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТНОЙ ВОЙНЫ Шевчук Александр Андреевич Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 27 июля 2006 года Часть первая Фрагменты из книги «Вид с Касьяновой горы» На Васильевском острове в Ленинграде Есть недалеко от памятника Крузенштерну Одно памятное сооружение Можете хохотать Это домик такой Пафлотский гальюн называется Так вот от него, от этого самого домика 26 октября 1940 года На беленьком-беленьком теплоходе Кремль Отправились мы в Кронштадт Покачивалось слегка в маркизовой луже Расставив ногу на ширину плеч Мы, салаги, искали глазами силуэт морского собора Ибо уже наслышаны были, что площадь вокруг него Выложена чугунными плитами Здорово, наверное Ножку так даёшь Бум-бум-бум Корабли на рейде Корабли Правда, на большом рейде стояла только Плавмастерская и Парижская коммуна Бригада подводных лодок Да у самого мола торчал старый броненосец Бывший Пётр Великий Используемый как минный склад А вся эскадра и лёгкие силы Базировались уже в Таллине Построили у склада Неминного, вещевого Растопыриваем мешки матрасы А нам туда добро Тельняшки, две, носки, три пары Фланелевка, суконка Форминка, бушлат, бескозырка Шинель, шапка-ушанка Роба парусиновая Ботинки хромовые Простые, ремень Воротники, поясы Перчатки, галстук Ух, не сдвинуть мешок И это ещё не всё Две простыни, наволочки Вот почему на флот берут здоровых ребят Хилому хлопцу не нести всё это Переоделись Не узнаём друг дружку А командир роты Товарищи краснофлотцы Есть приказ Всё ваше гражданское Сохранить до вашей демобилизации С тем, чтобы вы могли потом Переодеться в своё А всё военное и морское обмундирование Снять Это делается в целях экономии У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Экипаж, карантин. Из окошек гальюна виден караншлот. Старинная Петровская крепость, полоска воды, а дальше крыши, мачты, трубы. Ромбов. Ориенбаум, то есть. Сюр-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Поёт дудка морской соловей. Построится поротно. Нам выдают ленточки, да присяги. И почему-то написано на них береговая охрана КБФ. Ладно, утешаем себя. Есть же броненосцы береговой обороны. Нам так хочется на кораблях служить. Наверх в кубрике и через пять минут с вещмешками сюда. Выполняй. Варшавский вокзал. Понятно, куда едем. В Латвию, за границу. Уже два месяца прошло со дня вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. А думается по привычке, за граница. Резик не. Пересели в игрушечные чистенькие вагончики. Проводники в незнакомой форме. Язык. Шагаем по прибрежному асфальту от Либавы к городку военно-морской базы. Пробуем петь. Куда там? Тугой, как резина, ветер забивает глотку. Ленточки мокрые хлещут по щекам. Справа взлётная полоса крохотного аэродромчика. Слева грохот, брызги до неба. Огромный рейд. Мол, море. Балтика вовсю ширь. Поговорили и годи. Слухай мою команду. Это Литвиненко, или как он сам себя называет, Литвиненко, наш отделенный. Краснофлотец четвёртого года службы. Отделение. Шах! 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 Одно наслаждение выполнять команды Литвиненко. Вкусно он командует. Молодцы, хлопцы. То и дело похваливает нас отделенный. А мы? Служим Советскому Союзу. Действие происходит в военгородке на площади у собора, который родной брасец к кронштадтскому Николе. За редкими соснами, за песчаными дюнами волны, как собаки, вскидываются на отмель. Запи, вай! Это команда мне. Какую? Может, Нюра, я еду в моряки? Это дело было под кронштадтом. А ну, хлопцы! А ну, бугаи! Кричит Литвиненко ребятам. Бугаи подхватывает припев. Пары подняли боевые корабли. Случилось. На упражнениях у меня лопнула на винтовке деревянная ствольная накладка. Не то, чтобы я усердствовал, шибко во время команды на руку. Просто дерево было трухлявое. Винтовка-то образца 19-го дробь 20-го века. Однако наш старшой в воспитательных целях не наказал меня, а поставил со сломанным ружьем перед строем. За добросовестное отношение к строевым занятиям, в результате чего лопнула ствольная накладка от имени командира полуэкипажа, краснофлотец. В общем, я получил первое внеочередное до присяги увольнение в город. Выдали мне большую серебряную штуку размером с теперешний юбилейный рубль, два лата. Первым делом сфотографировался я у еврея-частника, потом попробовал, впервые из жизни, пирожные с кремом. Приближалась 23-я годовщина октября. С темна до темна даем ножку, к вечеру ели волочим ноги. На взлетной полосе аэродрома готовимся к параду, сухопутному. Вместе с нами, молодыми, трудятся морячки с эсминцей Ленин. Он стоит в ремонте напротив наших казарм экипажа у стенки завода Тосморе. Как сильно отличается от нас салаг ребята с корабля. У них все подшито, подогнано. Оказывается, на кораблях есть свои портные. 3 ноября приняли присягу. И если я нарушу эту священную клятву, при этих словах голос обрывается, кажется, все, сейчас умру. Парад! Равняйсь! Смирна! На булыжной мостовой Лебавы первый советский парад. Командует армейский генерал-майор, фамилии не помню, принимает парад наш командир базы контр-адмирал Трайнин. Колонны. Зеленая красноармейская, черная наша. Шик. Белые перчатки, ботсманские дудки, ночью надраенные, сверкают на груди. Было жутко, когда, докладывая готовности войск к параду, генерал взмахнул перед самым лицом генерала саблей или палашом. Так и распластать человека можно. Мы прошли мимо трибун, хуже, чем на генеральной репетиции. Зато уж рявкнули. Здрасть! И ура! Просто здорово! Бугаи! С парада брели, как наполеоновское войско из Москвы. В экипаже обедали, спали. Еле-еле дождались отбоя. А в час ночи гарниз зачастил. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Боевая тревога! Боевая тревога! Разбираем оружие трём глаза. Перед строем контр-адмирал Трайнин и его начтаба Клевенский. Товарищи краснофлотцы! Кто до призыва работал на судах морского или речного флота, выйти из строя. Остальные разойдись. До утра вызывал по одному адмирал нас за перегородку и стращал-стращал морем. Там знаете, как укачивает? До смерти! Это вам не вдоль лозовых кустиков рейсы совершать. Только двое устрашились, не пришли с согласием после завтрака к командиру базы. Купцы приходят и уводят хлопцев. Кого куда? Треть учебного батальона ушла на береговые батареи, что южнее Лебавы стоят. Мы их строили по ночам. Потом пришёл черёд и нам, крестникам Трайнина, кто не убоялся тяжёлой корабельной жизни. Здравствуйте! Я мечман Бумберс. Я пришёл вас пригласить служить. Как это совместно с латышскими моряками? Высокий, крупнолицый, не нашего покроя шинель, пуговицы от плеча к поясу, клином. Мечман вёз нас по той же прибрежной дороге, по которой совсем недавно топали мы в полуэкипаж. Латыш напускал на своё лицо окаменелость, но смешинки так и сыпались из его голубых глаз. Нет, братцы, подумалось, с таким ничего не страшно, ни шторм, ни гром. Пишет бывший матрос латвийского буржуазного флота Эдкар Залитис, посылая воспоминания о составе эскадры перед передачей её в состав КБФ. Первое. Версайтис. Водоизмещение с 510 тонн, ход 18 узлов. Второе. Тральщики французской постройки Иманта и Вестурс. Третье. Подводные лодки Ронис и Спидола. Два буксира Воронис и Артиллерист. И шесть гидросамолётов, шведских. Командовал этой эскадрой и довольно спокойно передал её командованию Советского Балтийского флота бывший царский офицер, контр-адмирал Спаде. Это произошло 19 августа 1940 года. В своей книге «Морской фронт» адмирал Юрий Пантелеев вспоминает «Эстонский комфлот после официальной приветствии спросил меня «Господин адмирал, когда мы будем поднимать советские военно-морские флаги? Они нам кажутся очень красивыми, мы к этому готовы». Как позднее я узнал от контр-адмирала Трайнина, который в то время был в Лебаве, весной 1940 года, с подобным же вопросом к нему обратился и командующий Латвийским флотом. Угольная стенка, две колошины, тральца Верстус и Иманта, братец и сестрица. Рядом с ними внушительно выглядит труба, фукмачта, мостик, длинная пушка, сторожевой корабль Версайтис. «Равняйся, смирно!» командует Бумберс. Выходит на стенку командиры кораблей. Командир, комдив Мешрозе, поздравляет нас с вступлением боевой интернациональной семьи. Оказывается, мы уже распределены по кораблям. Я приветствую военно-морской флаг нашей великой державы, которая весила полощица на корме Версайтиса. И попадаем мы девять славянских гавриков в волосатые руки рыжего боцмана Цирулиса. «Это значит, мы вас всех сейчас настроим. Как это сказать? Устроим!» Мне досталось жить под полубаком. Показали рундук, где все должно бить, как полошина. Спать в подвесной койке, гамаке. На день выносить его под боевую рубку. «Как в тумане первый день корабельный. Во-первых, это тебе не кулга, речной трамвай, на котором я корчила себе морского волка. Все так необычно. Трапы, кубрики, столы висячие, бочковые, обед, знакомство с товарищами-латышами, с русскими. Легко потерять себя самого. И сон. Не сон, где не вздумай, как бы к утру не уснуть и не проспать койку вязать, пеленать, как египетскую мумию. Гулки и шаги вахтенного. По голове. Называя корабельную службу каторжной, адмирал Трайнин, наверное, имел в виду угольную погрузку. От себя скажу. Всякая работа из-под палки, каторга. А в то утро надели робы, на руки рукавицы. В рукавице ручки тачек, кое-кому достались корзины, это хуже. И на стенке оркестра из латышких капралов-сверсрочников. И утро красит нежным светом. И наверх вы, товарищи. Молодцы, черти, все разучили трубачи. Пошел, пошел, Иванов. Березкин, не сачкуй. В яму, в яму угольную не угодите. Шумит Петя Акентев, машинист-одессит. Тут же возле ямы крутится юлой рассеянно-забоченный механик Кирц, копия импресарева из кинофильма «Цирк». «Ой, салага, на кого ты похож?» смеется мой старшой Смирнов. «А ты, парирую я, точь-точь обессинский негус». Потом два часа мыли, чистили, скребли, мылись, стирали, проголодались. Как замечательно кормят у нас на флотах. Традиция. И вот он момент. По всем палубам, кубрикам звонки. Длинный, два коротких. Длинный, два коротких. По местам стоять. Со швартовых сниматься. И то же самое по-латышски. Шипит пар, дым из высоченной трубы нашего сторожевика накрывает черным одеялом берег и манту «Вестурс». «Мазу уз прекшу!» Малый вперед. Звяг машинного телеграфа. Командир грозный, неприступный, руки по швам, парадно вышагивает по мостику с крыла на крыло. На верхнем мостике у главного компаса, мое заведование, хлопочет чистенький, открыточный усики пиявки, пробор на голове, лейтенант Стурес. Легли на створ. По корме, на выход из средних ворот гавани. Корабль, как перед старыми знакомыми, начал раскланиваться перед каждой встречной волной. Мне стало плохо. Пресловутый ком перекрыл горло. Пули из мостика. А там вдоль борта уже склонили свои гордые головы Ваня Березкин, мой отделенный странослужащий Смирнов и прочие лица. Это позорное кормление рыб было у меня в первый и в последний раз. Так не ругай меня, мамаша, как поется в одной популярной песне. Из дымки на горизонте проблекс прожектора. Тире, точка, буква наш. Сигнал об открытии огня. И фурр, фурр, фурр. Три снаряда, от полета которых воздух ходуном ходит. Три попадания в парусиновый щит, что у нас за кормой, на буксире. Так стреляет крейсер Киров. Вот он, выполнив задачу по стрельбам, приближается к нам. Стремительно вырастают из воды тренога мачты, дальномеры, трубы, орудийные башни. Гарнист играет в захождение. Становимся лицом к проходящему мимо нас крейсеру. Красив. Охот. Говорят торпедному катеру не догнать его. Мы тоже стреляли. В щит для нас таскал тралец Вестурс. Стреляла носовое орудие Яша Румянцева. Результат. Недолет, перелет, попадание. Комендоры утверждают, что это хорошо, по всем правилам наставления. Мда, Акиров-то. Уходим на зимний отстой у Усть-Двинской крепости, в Балдыраю, пригород Риги. Декабрьские волны вскидываются на верхний мостик. Бедные Вестурс с Ямантой. Как бы ни утопли, только мачты из воды торчат. При заходе в Ирбенский залив ветер вроде бы приутих, но тоже крен под сорок градусов. Правый поворот. Флаг покой до места, командует Стуриас. Верстурс и Яманта повторяют сигнал. И тут у меня из рук ветром вырвала фолинь. Флаг с прищепкой, клеунтом у самой Реи. Это означает для идущих сзади, все время руль держи вправо. Мигом ничего не сказав по вантовому трапу. Колени дрожат от холода, больше от страха, вот-вот сорвусь. Мачта хорошая проща, далеко бы забросила дурака. Не гляжу вниз, лезу, пытаясь даже петь что-то героическое. Но уже и мама не сказать. Рея, но по ней надо еще проползти до нога около двух метров, держась за оттяжки. И вот флаг в зубах. Вниз спускался без песен. Получил за отвагу три наряда. Говоря теперешным языком, наша зимовка в Болдерае была продуктивной. Мы с Березкиным стали настоящими сигнальщиками. Симафор, световая морзянка, влажный свод сигналов, правила совместного плавания, силуэту кораблей, ведение журнала. А универсальный спецбумберс учит сухопутному бою. Колись, стреляй, бросай гранату. Хлопцы, которые недальновидные, ворчат. Нужна нам эта пехотная грамота, как попу гармонь. Все пригодилось в скорости. Для развития мускулатуры дважды в неделю в крепости катаем мины, снаряды нянчим. Зато уж увольнений на берег щедрые межрозы отпускают в среду, в субботу, в воскресенье. Девушка по-латышски. Мэйтэне. Эс юс милу? Это значит, я вас люблю. Натаскивает нас салажат все тот же многоопытный бумберс. Замполит Фролов. Пожалуйста, помните, что вы советские моряки, и чтоб по форме в зимних шапках. Сходим на берег, ищем сугроб поглубже, шапку в снег, подругу боевую, без козырку на голову. А патрули в Риге сухопутные, ребята путные. А больше, кажись, ничего не нарушали. Нарушали. Со следом вспоминаю вечер встречи с шефами, с рабочими завода ВЭФ в канун Дня Красной Армии. Латышечки, беленькие, стройненькие, пели, чинно прыгали в танце. Мы тоже. Коля Гребенников, радист, играл на гитаре. А потом, крутанув в воздухе свой инструмент, пошел бить чечетку. Но один наш, как говорится, дурак, испортил песню. Мой старшой Смирнов. Мы вчетвером несли его пьяного через весь город, а он... Никогда я не слышал такого грязного сквернословия. Дали мы ему. По кораблю? Присмиревший Смирнов шел своим ходом. Март улыбается, рот душей, в большом носовом кубрике. Дорогие товарищи, говорит замполит, сегодня мы встречаемся с замечательным сыном латышского народа, известным писателем-коммунистом Виллисом Лацисом. Мы знаем его по книгам, по всей его трудовой жизни и просим быть нашим депутатом в Верховном Совете. Лацис с куластой, широкоплечий и как-то весь сжимается от смущения. Ломана говорит по-русски, потом по-латышски. Сын рыбака. Помню его веселое обнимание с нашим Леоном Бумберсом. Оказывается, они однокашники по старой леопайской школе инструкторов флота, латвийского. Зюитвест Апрельский гложет, крошит последние льди на Врижском заливе. Встречаемся с немецким купцом и с большим пароходом, идущим на Хватерланд. Приспуская красный с черной свастикой на белом кружке флаг, толстый германец в форменной фуражке кланяется, как Неппен-лавочник. Я тоже солитую флагом, стронув его чуть-чуть с гафеля. Снова немец, за ним еще. Идут непрерывные кельваторные колонны из Даугавы в сторону Ирбена германские суда, увозя из Прибалтики свою пятую колонну. Расчищают поле боя. Уже оккупированы Дания, Норвегия, а из Берлина по-прежнему клятвенные заявления в нерушимости пакта о ненападении. Матросские новости. Фашистские самолеты то и дело появляются над Лебавской базой. Будь то бы наши дозоры на днях заметили у приемного буя, у средних ворот гавани неизвестную подводную лодку. В дозоре боевая готовность номер два. Ходим между Лебавой и заграничной Палангой. Германия два года назад ее захватила у Литвы. Справа на горизонте цепочка торпедных катеров. Не наши, конечно, немецкие. Июнь, начало лета, а радости нету, как перед грозой с градом. Пограничный катер у борта. Ребята сказали, что вчера на внутреннем рейде вынужденную посадку совершил немецкий гидросамолет. Наши арестовали летчиков, но из Москвы велели срочно отпустить, оказать помощь всяческую. Улетели фашисты. 19 июня. Я в госпитале. Заправляя катер, наглотался бензина. Кастрицкий, моторист. А сегодня мы в дозор уходим, поближе к Риге. Подожди меня, прошу приятеля и к милосердным сестренкам. Дайте мне мою одежку. Скажите, что сам нашел. Палдиес. Спасибо. 22 июня в полдень фашистскими торпедными катерами был потоплен транспорт вместе с больными Лебавского военно-морского госпиталя. Ирбен. Оба берега видны, эстонский остров Эзель и латвийский мыс Колка. Четыре пограничных охотника вместе с нами в Дрейфе. 20 июня. Ничего существенного. Может, только поменьше германских судов прошло мимо нас из Риги. А погодка? 25-го, говорят, смена придет. Интересно, пустит ли нас в увольнение в этот раз. Думается, о чем угодно, только не о тревожном, о чем думалось в дозоре у Паланги. Собачья вахта с полночи до четырех утра. Стоим с молоденьким лейтенантом из-под плава, взятым на прокат, забыл его фамилию. С Туриса к тому времени списали с корабля. Что-то много рыбацких судов идут и идут в пролив на выход. А ну-ка, святи их прожектором, приказывает лейтенант. Не похоже на рыбаков, одеты чисто. Ладно, заключает штурман, они никакой опасности не представляют. А там их еще погран-катера прощупают. 22 июня 41-го года, 4.00. Смена вахты. В той стороне, где Виндава, сверкает что-то. Молния, но ни одной тучки на небе. Снова всполохи. А может, это наши корабли? Учение, готовность номер два, рассуждает Березкин. Будем командира. Командир, радиста ко мне. Заспанный Коля Гребенников доложил, что не может связаться с базой. Вышел из строя допотопный передатчик. Полным ходом идем поближе к мысу Колка. Там должен быть пост наблюдения и связи. Симафор на берег. Вышла из строя рации, жду указаний, смены. А с поста в ответ крутит и крутит сигнальщик только одно слово. Война, война, война. 12.00. Гребенников починил радио. Выступление Молотова, как обухом по голове. Иван Федорович замполит, обычно улыбчивый, сейчас хмурый, осунувшийся. Товарищи краснофлотцы, подлый враг напал на нашу любимую родину, рассчитывая внезапным ударом смять нас, поставить на колени, уничтожить завоевание Октябрьской революции. Отбросим, товарищи, благодушие. Враг очень силен, но мы большевики, и мы обязательно победим. А если придется, умрем, как люди. Орудия, пулеметы в небо, в море, пока ничего. Параллельно нашему курсу носятся вспенивая воду пограничники. Право 90, силуэт эсминца, докладываю. Запросите познавательные. Наш, грозящий, морзянка. Следуйте в Ригу, остаюсь на линии дозора. 17.00, на траверзе остров Рухну, сзади в Ирбене артпальба, темнеет, барашки волн. Прямо по курсу силуэту кораблей. Запрашиваем пароль опознавательный. Идут в сторону Ирбена крейсер Максим Горький, эсминца гордый, гневный, стерегущий. А это впереди не туча, это наши легкие силы на рейде Усть-Двинска с Кировом во главе, без огней. Пропускают нас до Угаву. Всю ночь в Мильгрависе, задыхаясь от черной пыли, грузим уголь, одна труха. Солнце выскочило из-за сосен. Самолеты со стороны залива. Кто-то сказал, наши. Самолеты разворачиваются над эсминцами, грузящими у стенки напротив мины. Рев, свист, грохот, такой, что, кажется, земной шар раскалывается. А у берега, у сладских помещений, пулеметные очереди. Фонтанчики угольной пыли у самого нашего борта. Крастыныш, румянцев, еще кто-то с винтовками побежали к Пакгаузам айзаргов, местных фашистов уничтожать. Вернулись ни с чем, нигде никого. В устье реки Булюпе грузим, таскаем в погреба снаряды из крепости. Только здесь мы можем пополнить боезапас, только здесь остались снаряды к нашим чехословацким пушкам. Забираем даже учебные болванки, пригодятся. В темном копотном небе сплошной вой, вспыхивает и гаснут разрывы снарядов. Бьют из-за крепости зенитки Кирова, прожектора. Ага, попался гад, крест на желтом пузе. Пули, пули, пули цокают рядом со мной. Самолет пикирует на нас, а ру как поросенок недорезанный. Межрозе, что за базар? Спокойно надо докладывать. Рядом стук пулемета. Крастенш, ура Крастеншу! Фашист не выходя из пике хлопнулся в Доугаву. Какое сегодня число? Никто не знает. Авиация противника атакует нас беспрерывно. На рейде в устье Доугавы пароходы мотоботы. Неужели уже эвакуируют Ригу? Все, что скопилось на рейде, нам приказан сопровождать в Моунзунт. Головным идет Версайтис, замыкает этот китайский флот Иманта. У Иманта на буксире три торпедных катера. Нет бензина своим ходом идти. Небо горячие марево, вызывающие слезы, если долго смотреть. Одиночные желтобрюхи летают в Мористие, видимо, охотятся за нашими крупными кораблями, ждут, когда те пойдут в Ирбен. А нам и мелководный муху воян сгодится. Со стороны залива прямо к нам идет стучит рыбацкий мотобот. Видим бинокль. На мотоботе испачканные в чем-то белом адмирал Трайнин и капитан первого ранга Клевенский, новый командир Лебавской базы. Оказывается, шли на торпедном, катер скис, пришлось прибегнуть к помощи рыбаков. У нас была бочка бензина. Ушли высокие гости на одном из наших катеров назад к Кирову. Постой, постой, а почему здесь Клевенский? Неужели мы уже оставили Лебаву? А батареи, что мы салаги помогали строить? А наши ребята? Только после войны все прояснилось. Лебава-Геройски оборонялась больше недели. А Ригу штаб Северо-Западного фронта оставил уже вечером, 22 июня. Восьмая армия, отступающая от Лебавы и Виндавы, ввела в эти самые дни, дни нашего отхода, в районы Зеля-Дага ожесточенные бои с фашистами в восточной столице Латвии. Латвия, уходят твои сыны. Без боя почти. Боссман-Цирулис, чуть свободная минута, гладит всеобщего любимца команды старого кобеля Джека, что-то говорит тихо, по-латышски. Джек смирный, притихший, напуганный. Не узнать собаки. Как услышит за облаками звук летящего юнкерса, начинает, задрав лохматую морду, подвывать. А бывало? Джеки, просит его матроса-латыши, покажи, как барышня входит в баню. Джек становится на задние лапы. 2 июля. Узнаем от комиссара, введен институт комиссаров, Фролова, о наших потерях. Товарищи, на всех направлениях идут ожесточенные бои. Враг несет потери, теряем и мы. Здесь, кроме староживого, который был поврежден в Рижском, погиб эсминец Гневный. Помните, он сопровождал Максим Горький? Горький тоже оторвал и носовую часть. Это произошло северо-западной Дага, там фашисты выставили минную банку. У нас мало тральщиков, потому-то и Киров проходил по углубленному земснарядами проливу Муху-Вяйн. Ох, сколько у нас тут скопилось в Муанзунде! Сильный, сердитый, смелый, стойкий, сторожевики, снег, туча, из дивизиона хреновой погоды, как его на Балтике величали, готовят к походу в Рижский залив. Бухта Трииги, северо-западной кромка Эзеля, радио в Кубрике, братья и сестры, соотечественники, к вам обращаюсь я, друзья мои. Тише, тише, Сталин говорит, Сталин, сейчас решается вопрос или-или. Суровые лица моих боевых товарищей, если придется, умрем как люди. Вот какое дело, Межроза уходит от нас, на повышение. Он ведь капитан второго ранга, а на таком малом корабле, объяснили нам, жаль, очень даже жаль. Пришел новый, шумный, круглый, небольшого роста старший лейтенант, грузин, широкая, как решетов урашка с крохотным козырьком. Команде купаться, сходу приказал новый командир. Всеобщее удивление, а вдруг самолет сейчас? Но мы уже три недели не раздевались и не разувались. Стоим в трусах на баке, у ног без козырка. Так положено. Если после купания твоя без козырка будет одиноко лежать, значит, ты того, пошел к морскому штиперу. В воду. Сигаем с высоты шесть метров прямо в жгучий, как крапива, студень медуз. Бррр! Разгребаю эту нечисть, ищу место почище и натыкаюсь на притонувший труп краснофлотца. Счастливый новый командир. Пока мы пребывали в обществе медуз, ни один стервятник не появился над нами. А зовут нового командира Гриша. Фамилия? Зачем фамилия? Гриша и Гриша. Гришу знает вся Балтика. Сколько анекдотов про него ходило до войны. А помнишь, как Гриша из отпуска возвращался? Командование получает от него телеграмму «Москва, столица нашей родины, задерживаясь на двое суток». 17 июля, 23.00. Справа по курсу темная полоска острова Муху. Прицел 130, целик, орудие, залп. Корабль дернулся. Орудие, залп. Ведем огонь по батарее противника на вирцу. Мористия бьют, перепонки трещат три наших миноносца. И еще сезали береговые стволы Елисеева. Высадились наши, 300 краснофлотцев. Путь в Рижский залив свободен. Не успеваю записывать журнал. Сегодня нас бомбили 28 раз. Уже не страшно. Отупел. Пикирующий бомбардировщик Ю-87. Не убирающийся с шасси ноги грифа, стервятника. А когда он, стервятник, вываливается из-за облаков, кажется, с телеги камни сбрасывает. Крестьянское воспитание. Пишу первое с начала войны письмо родителям на Украину. Уцелевший чудом после бомбежки, пробитый осколками почтовый ящик на столбе, а местность та, куда писал. Радио на штабном пароходе наши войска после боев оставили город Житомир, а это уже на 70 километров восточнее изначальной моей родины. Бухта Роху-Кюля. Снимаемся. Идем в дозор Суэла-Вяйн между Эзелем и Даго. Не успели выйти на фарватер навстречу пограничный морской охотник на носу катера Насджек. Он перешел от нас на Эманту три дня назад во время смены дозора. Вот только собаку и удалось выловить, сказали ребята. Мина. Иманта, сестрица Иманта, дорогие золотые хлопцы. Джек жмется к ногам, дрожит. Проходим у острова Вормси. В кельватор за нами два транспорта, буксиры. Цепочка торпедных катеров тянется за буксиром. Следуем в Таллинн. Кончился у нас иноземный боезапас, нечем воевать. Моанзун для нашего корабля навсегда остался за кормой. Еще до глубокой осени будут прорываться сквозь вражеские огонь, мимо Муху, в Рижский залив наши корабли будут громить там германские конвои. Еще будут ребята Прибраженского летать с Эзели в неуязвимое небо Берлина и загонять в бункер брюхатого Геринга и самого бесноватого Адольфа. Еще будут наши бойцы обливаться кровью в неравные схватки за архипелаг. Особенно ожесточенные бои разгорятся на южной оконечести Эзели-Сырве. А потом после ухода командования на Ханко и дальше самолетом в Кронштадт оставшиеся кто пулю в лоб, кто переправится через Ирбен на латвийский берег в партизаны, а кого на связанных колючкой бревнах прибьет к берегам нейтральной Швеции. Выживут они и еще долго будут трудиться на родине на дальних лесосеках. Монзунд. Главная база Балтфлота Таллин. Редкие самолеты на большой высоте. Зато другое беспокойство. Проверяющее. Химик, минер, связист. Что еще? Комиссар Фролов ворчит. Сотни раз немцы нас проверяли за этот месяц. С мостика эсминца Карл Марк из репродуктора. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Мурашки по телу. Это даже не песня, а крик. Таллин окружен. 7 августа немецкие войска рассекли пополам нашу восьмую армию и вышли на берег Финского залива в районе Кунды. Эту новость мы узнали восьмого утром во время погрузки угля под музыку главного калибра крейсера Киров. В полдень снимаемся в Кронштадт. Там нам поменяют пушки. На две наши, две иностранных осталось десять фугасных снарядов и болванки учебные. Гриша привел штурмана, лейтенанта с черным чубом. Георгий, отрекомендовался лейтенант. Жора, подумали мы. Два транспорта грузятся в ковше. Боже, сколько же он, гад, народу покалечил. В порт, на машинах и всяко прибывают и прибывают раненые. Небритые глаза запали. Идем. Переди клюс и ударник с тралами. Потом мы, главная сила конвоя с десятью снарядами. За нами транспорты, шаланды, мелкие катера все облеплено, увешано, увечными, травмированными. Ход, естественно, в час верста. Только кустики мелькают по поговорке. Только приготовились у Наргена сделать правый поворот юнкерсы, группа. За ней еще, еще, идут низко, словно на посадку. И пулеметно-пушечным огнем по надстройкам, по палубам, по ногам, по головам источные крики. Раненые поднимают в небо костыли, культяпки. Наш огонь мимо. Уж слишком низко летают. Перископ слева, кричит Березкин. Орудий левый борт. Вдруг черная копна взрыва выросла в том месте, где был перископ. Видимо, германская субмарина с миной встретилась. Снова юнкерсы. Две бомбы. Нам. Нет, мимо. Вот он, фашист, на выходе из пике. Носовой Румянцева, хрясь, снарядом болванка ему по хвосту. О, как они фарик хорошо умеют нырять. Это вам, сволочи, за раненых на пароходах, за иманту. Еще не так вас будем колотить. Погодите. Две чайки и пятнадцать родные этажерочки встречают нас, покачивая крыльями. Толбухин маяк открылся. Дошли. Издавна на флоте о командире корабля, о талантах его судят по швартовке, постановке на бочку и якорь. Наш Гриша... Нет, он, по-моему, в этот раз превзошел всех командиров. С каким шиком он, бросив якорь, там, где надо, пролетел в притирку мимо стоящего эсминца, дал задний и аж присел в Ирсайтис, остановился в тридцати сантиметрах от стенки. Приготовленный цирулисов кранец для смягчения удара не понадобился. Молодец, грузин. Скрепки в руки. Сурик, старый кузбаслаг. Едкая пыль обволакивает нас под корпусом, разъедая кожу на лице. Масло пупы в машине ковыряются. Рабочие морзавода крепят на баке и на юте площадки для новых стомиллиметровых орудий. А еще будет две сорокопятки, пушка-автомат тридцати семимиллиметровая. Во! Теперь, постояв недельку в доке, мы будем больше похожи на боевой корабль. А то новый штурман Жора признался, что он, когда увидел в Таллине Версайтис, подумал, а что это за пароход? 28 августа. Вышли из Дока и при входе из гавани нос в нос встретились с крейсером Киров. Он шел в сопровождении двух эсминцев. Пассажиры сухопутные и гражданские на борту. Неужели Таллин? И это все, что осталось от флота, самого сильного в Союзе? Только дней через 10 мы узнали подробности перехода от ребят с миноносцев, как шли по минным полям под непрерывными ударами вражеской авиации. Нам было легче в сто раз. Не погиб, жив несравненный, как поется в песне Балфлот, и он себя еще покажет. Конец первой части. Читал Олег Лобанов.